Ребята, если вы новичок и плохо разбираетесь, как узнать, хороший продавец или плохой, есть отличное расширение для сайта Алиэкспресс. Устанавливается очень просто, ссылочку вам оставлю под видео. Кто захочет, может установить. Ставится он в Google Chrome, у вас появляется вот такая корзинка. При открытии любого товара у вас появляется внизу окошечко, вам предоставляет рейтинг продавца. Рейтинг 92, то есть это означает, что описание товаров в магазине может не соответствовать реальности. На самом сайте Алитраст вы найдете интересные статьи о том, как узнать курс доллара на Алиэкспресс, что делать, если товар оплачен, но продавец удалил его и закрыл магазин на Алиэкспресс. И многие другие вопросы вы найдете здесь на них ответы. Также можно посмотреть отзывы на различные товары и еще много полезной информации. Поэтому советую, устанавливайте вы, не пожалеете. Привет-привет, дорогие подписчики и зрители, всякая разность Китая вас приветствует. Сегодня у нас необычная распаковка, пакет из Китая, но не с сайта Алиэкспресс и не со всех сайтов, которые вы знаете, не всех магазинов, которые вы знаете. Я больше чем уверен, что большая часть, которые сейчас смотрят это видео, не знают о существовании магазина Директ. Магазинчик интересный, в общем я полазил, посмотрел и выбрал вот такие два товарчика, которые мне пришли буквально там за 20 дней. Но давайте вскроем и посмотрим, что у нас здесь. Да, 20 дней я и писал, 20 дней. Стоимость общая 40 долларов этой посылки, магазин Директ. Да, все четко, все правильно. Ну давайте посмотрим, что нам прислал магазин Директ. Так, здесь мы видим, заказал я у них автомобильный видеорегистратор. Вижу, без упаковки, без ничего. Смотри, все насыпью. Бумажка какая-то и вот такая интересная вещица. Все, больше ничего здесь нет. Так, давайте посмотрим на регистратор сам. Здесь брошюрка на китайском, на китайском, а вот на английском имеется. Так, USB подключение кабель, кабель для прикуривателя для автомобиля, сама присосочка имеется и сам видеорегистратор. Давайте посмотрим. В общем, стоимость регистратора в данном магазине 12 долларов 47 центов. Заявлено, что Full HD здесь. Карту поддерживает до 32 гигабайт. И экран у нас идет 2,4 дюйма. Вот такой здоровый экран. Так, ну давайте попробуем включить. Честно говоря, очень легкий. Такое чувство, что там просто пустота. Такое чувство у меня выполнено. Честно скажу, как-то на троечку. На троечку. Ну давайте, посмотрите внешний вид. Ну не знаю, по мне так как-то реально выглядит дешево. Как видите, в пластике имеются какие-то вмятины. То есть это заводское все. Выполнено как-то все на коленке, можно так сказать. Ну не знаю, по мне как-то все очень дешево выглядит. Так, здесь по-моему у нас пленочка. Сейчас попробуем ее отклеить. Как-то выглядит в пленке вообще ужасно просто. Таким образом отклеиваем. Ну вот так, конечно, поинтересней выглядит. Так, конечно, выглядит поинтересней. Так, и сзади у нас то же самое наклеено пленку. Ну ладно, сзади уже не будем снимать. Потом давайте включим, посмотрим. Работает. Так, загорелось. Ух ты, как он сразу все включилось. Так, 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 так. Нет карты пишет. Ну не знаю, в общем-то включился и выключился. Ну, ребятки, конечно, будем тестировать, смотреть. Ну просто посмотрите, как приклеены корпусы по отношению к самой линзе. Как видите, тут щель огромная, сверху вообще нету зазора. Ну как-то вот на таких мелочах, знаете, как-то вот не то. Короче, видно, что вещь по-любому некачественная. Ну будем тестировать, будет отдельный обзорчик. Не знаю, либо посмеемся над этим регистратором, либо похвалю его. Будет обязательно обзор, проверю, поставлю, поезжу, как пишет, как снимает. И вам тогда поделюсь. Может быть я ошибаюсь и, как говорится, встречают-то по одежке, а вот на первый взгляд, в общем, как-то не вдохновляет. Ладненько, есть такая вещь. Регистратор пришел. Еще раз повторюсь, он 12 долларов 47 центов стоит в этом магазине. В магазине Директ. И давайте посмотрим на вторую вещицу. Так, здесь всего очень много. Давайте высыпем. Все, пакет пустой. Сам девайс, я так предполагаю. Куча проводов. Так, блок питания у нас идет. Крышечки. Так, ладно. Инструкция. ТВ-бокс, ребята. Да, да, это ТВ-бокс. И это, ребята, очень интересная вещица. Сейчас я попытаюсь вам рассказать, для чего она вообще нужна и как ее использовать. Инструкция у нас идет на английском и на китайском языке. Русского не присутствует. Так, вот сам ТВ-бокс. Ну да, да. МТВ-бокс. Написано вот таким образом. Так, давайте снимем эту пленочку. Чтобы было красиво. На лицевой панели мы видим кнопку меню. Она же кнопка включения-выключения. Регулировка громкости. И переключение каналов. Отверстие под динамик. Ребята, здесь установлен уже динамик. То есть звук можно слушать прямо отсюда, с этого устройства. Если у вас на телевизоре не работает звук, то это ничего страшного. Но смысл в том, что можно подключить просто к обычному монитору. Благо здесь большое количество входов и выходов. В частности, первое мы видим вход под антенну. Обыкновенную антенну. Антенна, которая в телевизор вставляется. Вставляется в этот приемник. Вставляется блок питания. Аудиовыходы имеются. ВИДЖА вход имеется. И выход для подключения монитора. О чем я вам и говорил. То есть можно отдельно подключать колонки. Можно подключить монитор. И смотреть телевизор. Просто на мониторе вам телевизор не понадобится. А, вот еще сбоку. Сбоку имеются у нас тюльпаны. То есть видео. И белый, красный аудио. Правая, левая колонка. То есть также можно подключать к телевизору через эти выходы. Здесь мы видим окошечко для приема сигнала от пульта дистанционного управления. Ну, и в принципе все пока. Ну, эта вещица, конечно, пободрее выглядит. Поинтереснее. Так, имеется вот такой пультик. Переключение каналов. Ну, в общем, обыкновенный телевизионный пульт. Есть такое дело. Так, идет вот такой кабель в комплекте. Так, с одной стороны выход у нас здесь вот такой. С другой круглый. То есть с одной стороны мы видим для подключения к самому устройству. И выход идет S-видео. Вот такой штекер. Классно. У меня на телеке как раз есть такой выход. То есть оно более качественное изображение получается. И выглядит гораздо красивее картинка. Ну, имеется вот такой удлинитель у нас идет. Обычный стерео. Так, блок питания у нас. Блок питания идет 5 вольт, 1 ампер. И еще какая-то штучка. А, это подставка у нас, по-моему. Можно ее... Можно этот девайсик поставить. Сейчас мы его прикрепим. Крепим. Оп. Вот таким щелчком. В общем, можно его поставить возле телевизора сбоку. И он вам не будет мешать. И все будет очень отлично. Либо можно без подставки. Просто вот таким образом поставить куда-то. И будет вот так выглядит у вас вещица. В общем, для чего вещь эта нужна, ребят? Для чего этот ТВ-бокс нужен? Если у вас плохой уровень сигнала обыкновенной антенны, да, в телевизоре, то это в своего рода усилитель идет. То есть сюда вставляете антенну, подключаете устройство к вашему телевизору, монитору, ну, куда угодно можно подключить. На телевизоре включаете АВТВ, ну, тот вход, который вы вставили, да. И все. Вот эта маленькая коробочка каким-то чудесным образом дает разрешение от 800 на 600 до 1920 на 1200, ребят, представляете? То есть это означает, что можно подключать LSD к широкоформатному, да. И у вас не будут вот это по бокам полосочки, да, из-за того, что узкий формат. Нет, здесь есть широкоформатное подключение, то есть есть 16.9, 16.10 и есть 4.3. Все, подключили. Подключили к телевизору, вставили антенну вашу уличную, вошли, прошлись по настройкам, настроили все каналы. И все, ребята, вы смотрите. У меня у знакомого, он купил уже у нас в городе, чуть дороже, правда, он заплатил 1700 рублей. А в магазине Директ она стоит 18 долларов 72 цента, это грубо 1000 рублей. Представляете, 700 рублей разница. И у него отсутствуют напрочь все вот эти входы. Все, ребята, все входы вот эти отсутствуют. Имеется только тюльпаны. Вот такие три тюльпана, то есть только через эти выходы можно подключиться к телевизору. И он дороже на 700 рублей, ребят, представляете? Там вообще вот такая вот коробочка стоит 1700 у нас в магазине. Или в магните, или в ленте где-то, я не помню. Раньше у него ловилось 7 каналов, с этой штучкой у него ловит 20 каналов и в отличном качестве. Ну, в общем-то, ребятки, наболтал много, конечно. Если кто-то что-то не понял, спрашивайте, пишите в комментариях, не стесняйтесь. Под видео я оставлю все ссылки на эти товары, оставлю ссылку на нашу группу ВКонтакте. Если что-то вдруг интересует, заходите в группу, вступайте в нашу группу, задавайте вопросы. Ну, все это, конечно же, нужно тестировать, потому что так-то на внешний вид все красиво, но как оно будет действительно работать или не будет работать, это все нужно проверять. Чем я и займусь в ближайшее время. Поэтому, ребятки, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео с обзорами этих девайсов. А я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам здоровья, позитива, удачи по жизни. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok